Сколько денег потратит Лукашенко на строительство нового СИЗО? Продолжит ли Евросоюз помогать белорусам и каких гостей стоит ждать в столице в новогодние праздники? Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Евросоюз выделит 100 миллионов евро на поддержку белорусского гражданского общества. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Ерун Вильямс. По его словам, ЕС считает важным инвестировать в людей, чтобы создать стабильное гражданское общество, а также поддерживать независимые СМИ. Представитель Еврокомиссии отметил, что в прошлом году поддержка белорусов была увеличена. Вместе с тем, у Евросоюза есть желание оказывать более устойчивую поддержку организациям и людям, чтобы они продолжали свою деятельность. Вильямс отметил, что прежде ЕС поддерживал белорусские организации гражданского общества напрямую, однако в нынешних условиях это невозможно. Сейчас ведется поиск инициатив, которые, будучи за рубежом, могли бы помогать людям внутри страны, чтобы проектов, которые могут повлиять на изменение ситуации, стало больше. Представитель Еврокомиссии также подчеркнул важность поддержки разных секторов, в том числе бизнеса в изгнании культуры и развитии белорусской национальной идентичности и образования. В Минске, в районе улиц Ангарской и Магнитной, на месте бывшей тюрьмы продолжается масштабная стройка двух 19 этажек. Большинство квартир в обоих домах предложат в первую очередь многодетным семьям. Однако по три квартиры в каждом доме предлагаются сотрудникам управления делами президента, которые состоят на учете нуждающихся. Кроме того, в этих домах предлагали жилье сотрудникам МВД и работникам нескольких госпредприятий Минстранс, МАС, МТЗ и завода имени Вавилова. Помимо жилых многоэтажек, в квартале появится новая улица, объект обслуживания и две многоуровневые автостоянки на 292 места каждая. Но на этом траты, которые режим решил направить не туда, куда нужно, не заканчиваются. Как сообщает Байпол, Лукашенко выделяет деньги на строительство нового здания СИЗО номер один. На это пойдет 50 миллионов рублей. Еще 15 миллионов потратит на ремонт Центра подготовки кадров МВД, расположенного в Минской области. Все эти деньги можно было потратить куда угодно, от медицины до образования. Но главное для диктатора – это тюрьмы и карманные силовики. В преддверии новогодних праздников россияне массово скупают туры в Беларусь. Оказалось, что наша страна является самым популярным направлением для граждан страны-соседки. На нее приходится до 10% купленных туров, тогда как на остальные страны не более 3-5%. Стоимость такой поездки на двоих может обойтись в пределах 1000 долларов. К примеру, новогодняя экскурсия Минск на 3-4 дня обойдется на двоих в 650 долларов. Примерно столько же будет стоить и поездка с 30 декабря по 1 января, которая включает обзорную экскурсию по историческому центру Минска, экскурсию в музей, миниатюр и экскурсию, ароматные истории, кофе и шоколад в жизни столицы. Тур с поездкой по белорусским замкам будет стоить гораздо дороже – более 800 долларов. Ко всему вышесказанному нужно учесть еще и стоимость дороги. Билет на двоих в Белаве туда и обратно стоит 465 долларов. Поездка на фирменном поезде обойдется в 150 долларов. По мнению туроператоров, съездить на Новый год в любую другую страну для россиян будет намного дороже. Да и Беларусь находится ближе, здесь безопасно и напоминает она любимую многим Европу. А вы рады гостям из России? Ответы пишите в комментариях. В плен украинских военных попал белорус, который воевал в ЧВК Вагнера. Его личность смог установить в Белорусский расследовательский центр с помощью киберпартизан. 34-летнего пленного уроженца деревни Заспа Реческого района зовут Андрей Гирилович. Он работал в колхозе «Советская Белоруссия», а потом служил прапорщиком в бригаде связи в колодищах. Позже Гирилович работал альпинистом-монтажником частной фирмы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко подтвердил личность пленного. По его словам, он не знает обстоятельств пленения Гириловича, но сказал, что тот участвовал в преступной войне против Украины. 20 ноября телеграм-канал оперативной ВСО опубликовал видео, в котором белорус под позывным Заспа рассказал о службе в 6-м штурмовом отряде 3-го штурмового взвода РФ. Вступительная кампания ВУЗы в 2023 году пройдет по новым правилам. После окончания 11 классов школой выпускникам нужно будет сдать только два экзамена. Один обязательный по белорусскому или русскому языку, второй на выбор. Желающие поступать в ВУЗы будут сдавать еще и третий экзамен в форме ЦТ. Проводить его Министерство образования предлагает за пределами школы в аудиториях колледжей и университетов. По стране уже определено 93 таких пункта. Школьников из населенных пунктов, где такие учебные учреждения отсутствуют, будут подвозить. И в конце выпуска напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь, ведь вчера там стартовала подготовка к Новому году. Каждый день мы будем делиться с вами полезной информацией, как настроиться на праздник, несмотря на плохие новости, и как уже начать будущий год лучше, чем нынешний. В соцсетях вы также сможете узнать подробности о предстоящем новогоднем эфире на Маланке, так что не пропустите. Хорошего всем вечера, живи Беларусь!